Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать об очень интересной особенности операционной системы Android, которая очень важна для меня. Допустим, вы приобрели смартфон и у него по умолчанию стоит определенный софт, такой как SMS, браузер, клавиатура, дайлер и прочие программы, которыми вы пользуетесь каждый день. Так вот, на некоторых других операционных системах вы будете вынуждены пользоваться тем, что вам предоставили по умолчанию. Здесь же, на операционной системе Android, вы можете каждому приложению найти альтернативу в маркете. Возможно, некоторые программы делают, выполняют данную функцию гораздо лучше, чем та, что идет по умолчанию. Это для меня очень важно. Давайте рассмотрим несколько примеров. Допустим, меня не устраивает та звонилка, что шла со смартфоном по умолчанию. Я установил из маркета приложение X-Dialer. После этого у меня появилось две иконки. Родной дайлер. И тот, что я установил. Данный обладает смарт-поиском. О нем я рассказывал немного раньше. И позволяет очень быстро находить нужные мне контакты. Итак, я просто беру нужную мне иконку моего нового дайлера. И вместо того, вместо родного, ставлю ту, что я установил. Все. Теперь я использую тот дайлер, который я установил из маркета. Рассмотрим второй вариант. Допустим, по какой-либо причине вас не устраивает клавиатура, что идет по умолчанию. И вы хотите установить альтернативную из маркета. Никаких проблем. Там их очень большой выбор. После того, как вы установите нужные вам клавиатуры, можно будет зайти в меню настройки, язык и ввод. И активировать галочкой ваши новые загруженные клавиатуры. Будет выглядеть это вот таким образом. После этого вы можете сразу задать нужную клавиатуру по умолчанию. Либо в процессе набора текста раскатить шторку и выбрать уже здесь. Я рекомендую вам такую клавиатуру, как SwiftKey. Она очень интересная. Множество различных настроек и тем оформления. Я же использую клавиатуру Swipe. Здесь применяется немного другой метод ввода. Выглядит это вот таким образом. Я уже не тапаю, а ввожу вот так. Как вы видите, это довольно быстро. Поэтому, если вас не устраивает клавиатура, не отчаивайтесь. Устанавливайте нужную из маркета и используйте на здоровье. Таким образом, при желании, вы сможете заменить, можно сказать, что любое приложение, идущее по умолчанию. На чем еще стоит остановиться, если вдруг вы меняете приложение, например, SMS. Вот, например, я установил GoSMS Pro. Отличное приложение для SMS. То, в данном случае, мне нужно будет зайти в родное приложение по умолчанию, в его настройки. И отключить здесь уведомление, убрать галочку, чтобы уведомления от двух этих приложений не дублировались. На этом, пожалуй, все. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.